Всем привет! С вами проект Первый Видео Авторынок. Мы продолжаем знакомить вас с автомобилями, которые поступают в наш автосалон в городе Новосибирске на продажу. Сегодня к нам пришла Suzuki Grand Vitara 2011 года выпуска. Машина эта с мотором 2,4 литра, у нее очень приличная комплектация и автомобиль хорошо выглядит. Красивый синий цвет кузова. Что касается состояния этого автомобиля, конечно же, есть небольшие сколы на капоте. Машина все-таки не новая, пробежала 80 тысяч километров. Но во всем остальном, не могу сказать, что есть какие-то проблемы серьезные. Машина выглядит хорошо как снаружи, так и внутри. Единственное, одна фара не горит, по-моему, правая, там ближний, дальний, по-моему, какой-то из этих. Вот, а так все остальное работает. По комплектации фары галогеновые, есть противотуманки. Обращают на себя внимание то, что по периметру автомобиля есть накладки такие, да, вот, пластиковые. И они не окрашены ни в какой цвет, если вдруг будут появляться царапины на них, то видно их не будет. То есть они, в принципе, как-то вот кузов закрывают, да, если здесь будут какие-то соприкосновения, то, ну, сам кузов не пострадает. Автомобиль наш на зимней резине. Стоит родное литье заводское. По комплектации, значит, здесь у нас еще поворотники в зеркалах, зеркала с подогревом. Вот, продолжаются здесь пластиковые элементы по кузову. Мне кажется, выглядит это симпатично и добавляет мужественности этому автомобилю. Брызговики тоже есть. По задней части автомобиля сказать особо нечего, все хорошо, проблем нет. Ну, вот есть парктроники у этой машины. Полезная вещь, которая поможет парковаться вам безопасно. И багажник. На пятой двери пластик. Маленькие царапки есть. Ну, они не бросаются в глаза и в целом проблем нет на двери. Так, полочка есть. Здесь у нас место для мелочи какой-нибудь. Пол тканевый, в принципе, нормальный. Есть лампочка здесь. В стенке прячется домкрат с баллонниками. В общем, все на своем месте. Ничего никуда не пропало. И багажник в хорошем состоянии. Сейчас посмотрим салон. Салон в нашей машине, он тканевый, черный. Ну, стандарт, так скажем, да. Здесь и подлокотничек есть, и вот и коврики у нас лежат резиновые на полу. Подстаканники есть. Вот, и сиденья эти складываются, конечно же. Ну, ткань в порядке. Она не зашорканная, не царапанная. Прокуров здесь нет. Запаха сигаретного дыма тоже не имеется. Потолок нормальный тоже, да, вот, не загрязненный. Пятен нет никаких. Мягенький пластик на двери. И передняя часть салона. Также ковры лежат. Пластик на панели не изцарапанный. Там у нас вот книжечки есть по автомобилю. Сервисная и руководство по эксплуатации. То есть история по автомобилю есть. Ткань в полном порядке здесь. Пороги тоже. Обратите внимание, что установлен монитор. На который выводится изображение задней камеры. Оно цветное. Здесь есть DVD-проигрыватель. Можно разговаривать по телефону. Не отрывать руки от руля. Навигация. SD-карточку можно вставить. Ну, и, конечно же, MP3 тоже читает. Машина наша оборудована климат-контролем. Есть система ESP. Тоже, как бы, не на каждой Grand Vitale она бывает. Обычно здесь просто заглушка, и все. А вот у нас есть ESP. Две розетки 12 вольт сразу вот здесь на передней панели. Так, у нас здесь какой-то проводок, наверное, для айфона. Подогрев передних сидений, подстаканники. В общем, все в обычном виде для сутки Grand Vitale. Так, ну и водительскую сторону сейчас изучим. Руль в машине нашей, он пластиковый, да? И на нем есть кнопки управления аудиосистемой. Вот они. Ну, а сам руль обратите внимание, что он не зашорканный. Сидение можно отрегулировать по высоте. Ткань здесь в полном порядке, не изношена. Подушки безопасности есть в средних стойках. Туманки включаются вот здесь вот кнопкой. Корректор фар есть механический. Салон, в общем, у этой Grand Vitale очень приличный, да? Он не изношенный. Возможно, где-то есть следы загрязнений, да, небольшие. Но это дело поправимое, да? Это уж совсем мелочь. В общем, салон очень хороший в этой машине. Теперь посмотрим подкапотное пространство. Мотор здесь 2,4. Бензиновый. Наверное, лучше всего подходит этой машине. С двухлитровым мотором некоторым водителям не хватает мощности. Да, вот 2,4, наверное, золотая середина. Едет хорошо, как бы, и всех по динамике удовлетворит. В нашем конкретном случае с двигателем проблем нет никаких. Он заводится хорошо, работает ровно. Коробка передач здесь обычный классический автомат стоит. Тоже никаких проблем. Ну, и здесь, конечно же, полный привод. Так что в техническом плане машина хорошая. Нареканий никаких к ней не имеется. Так что вот наш автосалон пополнился еще одним кроссовером. Очень популярная машина Suzuki Grand Vitara. 2011 год. 2,4 мотор бензиновый. Здесь полный привод. И хорошее состояние общее у этого автомобиля. Приезжайте, эта Vitara вас ждет. Подписывайтесь на наш канал Первый Видео Авторынок на YouTube. Ищите нас в Instagram. И заходите на наш официальный сайт по продаже машин вам1.ru Спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok